МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, самым обсуждаемым событием минувшей недели стало массовое отравление детей, участников циркового фестиваля. Напомню, к медикам обратилось 20 человек. Накануне стало известно, что шестерых уже выписали. Специалисты диагностировали норовирус. Что это за заболевание, как проявляется и можно ли себя защитить? Сегодня обсудим с гостей. В нашей студии Оксана Игумнова, врач-гастроэнтеролог. Оксана Александровна, доброе утро. Доброе утро. Итак, норовирус, что это за заболевание? Это один из вариантов вирусной инфекции, возбуждающий неконтролируемую диарею, частый жидкий стул. А как он передается? Чаще всего это грязные руки или необработанные продукты питания, фрукты, овощи или вода, которая содержит этот норовирус. Это, конечно, не бутилированная вода. Какие органы поражают норовирус? Ну, это в первую очередь желудок и кишечник. То есть такие пациенты страдают тошнотой, рвотой, обезвоживанием, интоксикацией, частый жидкий водянистый стул. Долго ли вот эти вот симптомы наблюдаются? Каждый раз по-разному, в зависимости от тяжести состояния пациента. Чаще всего это один, два, три дня в более легкой форме. И симптомы проходят самостоятельно, когда вирус полностью выходит из организма. В более тяжелых случаях это может быть неделя, и такие пациенты, конечно, требуют госпитализации. Но в первую очередь это дети. А вот какие симптомы в целом могут быть у этого заболевания? Только жидкий стул или что-то? Может быть повышение температуры, общее какое-то ухудшение? Да, конечно, повышение температуры тоже присутствует, и это симптомы интоксикации. Такие детки слабые, у них лихорадка, полное отращение к продуктам питания, и в определенных периодах даже судорожные симптомы. Что касается первой помощи до приезда врача или скорой, вот чем можно помочь ребенку, ну или взрослому, если у него наблюдаются такие симптомы? Это, конечно, коррекция обезвоживания. Таких пациентов мы просим распаивать, это первое то, что нужно сделать, и желательно поить их препаратами типа регидрона или подсоленной водой, например, для того, чтобы задержать жидкость и купировать потерю микроэлементов, таких важных, например, как калия. И очень важно правильно пить. То есть детей и взрослых мы учим пить по чайной ложке, по столовой ложке, раз в пять минут для того, чтобы жидкость успела всосаться и не вышла полностью с рвотой. А вот вообще обращение к врачу, оно в каких ситуациях необходимо? Или оно в любом случае не лишним будет? Как правило, день-два наблюдения. Если состояние пациента стабилизируется, и нет необходимости госпитализации или поддержки медикаментозной боли сложной, то в принципе можно привести амбулаторно дома этот период. В более тяжелых состояниях, когда вы видите, что у вашего члена семьи нарастает симптоматика и интоксикация, конечно, нужно срочно обращаться к врачам. И деток всегда госпитализируют, вводят капельницы, но только в условиях стационара со специалистом. Заболел ребенок. Взрослые тоже могут заразиться от него? Что делать, чтобы как-то хотя бы кого-то защитить в семье? К сожалению, очень часто это семейная история, когда болеет ребенок, родители, конечно, за ним ухаживают, а эти вирусы, они выделяются в том числе и с рвотой. И чаще всего взрослые в более легкой форме, но переносят также эту инфекцию. Сколько по времени длится вся эта болезнь? Как я говорила, 2-3 дня в отдельных случаях, более затяжной период это около недели, но имеет значение еще выделение вируса. Такие пациенты, они заразны очень долгий период, до 14 дней, даже после того, как оккупировались симптомы. Поэтому нужно соблюдать все равно правила гигиены в домашних условиях. А диагноз, вот подтвердить, что это действительно норовирус, может только врач или вот мы сами по этим симптомам можем определить? Нет, это достаточно просто сделать. То есть если есть жидкий стул, тут же собираем этот стул, унесем в лабораторию, сдаем кау на острые кишечные инфекции, куда включены 7 самых частых возбудителей, в том числе норовирус, ротовирус, сармонеллез. Готовится он всего один день, очень просто, к вечеру у вас уже будет результат. А кто в группе риска по этому заболеванию? Можно ли себя как-то защитить? Ну, самая частая история, это, конечно, дети, особенно периода садика, который неконтролируемо тащит у нас все в рот, берут все в рот, да. Вот они самые частые по этой истории. Поэтому нужно приучать деток к соблюдению правил личной гигиены, к мытью рук и не брать, естественно, все на пробу, на вкус, на облизывание. А вот такие вспышки – это какое-то сезонное явление? Бывают ли, например, какие-то массовые заболеваемости в определенный период года? Да, чаще всего это летний и осенний период, конечно. Летний – это особенно морская история, как наши поездки на Черноморожское побережье. И осенний период, когда детки уже группируются в садике или начальные, школьные классы в зимний период, как правило, все-таки мы чаще встречаем вот эти кишечные инфекции. Оксана Александровна, огромное вам спасибо. Я думаю, что наши зрители прислушиваются к вашим рекомендациям, чем более, что осень еще не закончилась. Нашим зрителям напомню, что сегодня в студии была Оксана Игумнова, врач-гастроэнтеролог. Субтитры создавал DimaTorzok